Так, это глоксинья клюква в сахаре. Тидея клюква в сахаре. Вот она как расцвела. Расцвела нетипично. Обычно у неё должна быть правильная краска. Два верхних лепесточка белые и три нижних красные. А вот этот цветочек расцвел вот так вот. Это тидея. Тидея это цветочки глоксиньи, у которых цветочки наклонены вниз и в виде колокольчика. Вот такой колокольчик наклоненный вниз. Это называется тидея. Компактная хорошая розеточка у неё всегда. Это вот у меня розетка немножечко заваленная. Видите, как ей бы поглубже сидеть. Но она у меня вот так получилась. Но даже вот в таком виде и то она хорошо смотрится, эта розеточка. Вот какая клюква в сахаре. Когда я приобретала для себя этот сорт, ну, мне, конечно, предупреждали, писали, что да, сорт, конечно, очаровательный. Это сорт Елены Савёловой. Но может не передаваться через размножение листиком. Желательно размножать как бы делением клубни. Но никогда, вот сколько я выращиваю уже много лет эту клюкву в сахаре, у меня никогда не было так, чтобы листик не передал сорт. Всегда передавал. Вот за всё время вот этот первый и единственный цветочек, который расцвёл, не по сорту. Это единственный цветочек. А в основном все у меня остальные цветы расцветали по сорту. Клюква в сахаре. И хорошо передавали. Ну, я вот этот цветочек не буду оставлять на размножение. А оставлю другие, которые у меня расцвели по сорту. Клюква 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 Продолжение следует...